В эфире 29 выпуск программы Спортклуб. Мы продолжаем подготовку к Олимпийским играм в Атланте. А продолжаем ее в поселке Сергиевск, где футбольная команда Самара Спорт встречается с командой Сергиевска. Вы знаете, что наша олимпийская сборная не попала на Олимпиаду в Атланту. Ну что ж, придется ее заменить. В Олимпийскую Атланту собирается отбыть самая представительная делегация за всю историю самарского спорта. 30 спортсменов и 15 членов официальной делегации во главе с губернатором Константином Титовым. А вот известный в прошлом самбист, обладатель Кубка мира Александр Саяпин, поддерживает спортивную форму, как и я, в команде Самара Спорт. И готовится поехать в Атланту в качестве туриста. Таких счастливчиков, как Саяпин, из Самары в Атланте будет немного. А поскольку в борьбе с жарой нужна особая физподготовка, вот и решили мы проверить себя на футбольном поле в товарищеском матче с командой Сергиевска. Нашу футбольную команду Самара Спорт хорошо знают в областном центре. Раньше так называлась областная спортивная газета. А сейчас команда друзей, бывших спортсменов с одноименным названием, выступает в футбольном чемпионате города. И неплохо выступает. Ведь за нее, кроме Саяпина, выступают такие известные в прошлом футболисты, как Анатолий Быткин, Владимир Кузнецов, Николай Щукин, Анатолий Кочергин, Вячеслав Попов. Вот почему они с удовольствием откликнулись на предложение бывшего наставника крыльев советов Виктора Лукашенко провести матч в Сергиевске с командой райцентра, который он сейчас тренирует. Подопечные Лукашенко и Королева добились победы, забив четыре безответных мяча в ворота команды Самара Спорт. Это и неудивительно. Сельские футболисты одни из лидеров областного чемпионата. И уступить им вовсе не зазорно. А завершился футбольный матч честованием Виктора Лукашенко на берегу речки Сургут. Капитан команды Самара Спорт Анатолий Быткин поздравил одного из самых опытнейших футбольных специалистов с днем рождения. Мы присоединяемся к теплым поздравлениям и с берегов Сургута переносимся к Волжским берегам, в Тольятти, где местные Лада и Самарские крылья советов сыграли первые домашние матчи возобновившегося чемпионата страны среди команд высшей лиги. Субтитры создавал DimaTorzok